Добрый день! Мы с вами находимся в Ивальном зале Нового замка, где проходит выставка «Рождённая подвигом», на которой представлено множество всевозможных медалей и наград времён Второй мировой войны. Каждый из этих экспонатов, каждая медаль — это история какого-то человека, совершившего значимый поступок, либо какой-то подвиг. Некоторые из этих медалей имеют историю более давнюю, чем история Второй мировой войны, а некоторые как раз появились после событий 1941 года. Так, например, мы с вами находимся возле витрины, в которой размещаются медали «Партизану Отечественной войны». После того, как наши земли были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками, практически сразу же после этого на оккупированных территориях начинается «Партизанское движение». До 1943 года не существовало какой-то отдельной медали для людей, которые проявляют себя в борьбе в тылу, и командиры «Партизанских отрядов» награждали своих подчинённых иногда даже самодельными и одноимёнными медалями, такими, как, например, за отвагу или за боевые заслуги, и в связи с этим возникла необходимость как-то поощрять вот этих людей, как-то придавать официальный статус этим награждениям, и поэтому в 1942 году был объявлен конкурс на создание такой медали. Несколько художников предложили свои работы, была выбрана работа художника по фамилии Маскалёв, и уже к 1943 году такая медаль появилась. Она была учреждена официально 2 февраля 1943 года. Делалась она в двух вариантах – медаль первой степени и медаль второй степени. Медаль первой степени делалась из серебра, ее награждались руководители партизанских отрядов, партизанских движений, организаторы каких-то значимых операций. Медаль второй степени награждались бойцы партизанских отрядов за совершение каких-то серьезных поступков, за проявление личного мужества. И среди вооруженцев Гродничной и жителей Гродно немало обладателей таких наград. Ну, пожалуй, самое известное из них можно назвать Ольгу Соломову, именем которой названа улица в Гродно, и теплоход, который курсирует по Неману. Ольга Соломова родилась недалеко от Гродно, в деревне Лаши. Кстати говоря, они все знают, что настоящую фамилию не Соломова, а Солома. Такую вот фамилию Соломова она изменила, ее получила позже, когда находилась в специальной школе в Москве. После того, как началась война, к началу войны Ольга Соломова была учительницей, она эвакуировалась, попала в Мордовию и вроде бы могла спокойно пережить войну, но она хотела как-то помочь своим родным местам. Она писала письма в штаб партизанского движения Беларуси для того, чтобы ее отправили сюда или на фронт. Потом она оказалась в Москве и там познакомилась с Сергеем Притыцким. После разговора с ней она попадает в специальную школу, где готовили специалистов для организации борьбы на оккупированных территориях. После серьезной подготовки, которую она прошла в этой школе, она была отправлена на территорию Беларуси и здесь попадает в партизанскую бригаду Александра Невского. Она бывала и в Гродно, тут она была назначенным начальником подпольного РАНО Комсомола и участвовала в различных партизанских операциях. В партизанском отряде она познакомилась с человеком по имени Василий Бибич. Это был партизан и свидетели и очевидцы говорили, что между ними даже складывались романтические отношения, возможно, даже готовилась какая-то партизанская свадьба, но судьба распорядилась иначе. Однажды партизаны отправились в деревню Жорновка и остались там в доме Связнова. Как разворачивались события дальше, точно неизвестно, но получается так, что часть партизан ушла из деревни, а Ольга с Василием остались для того, чтобы провести беседу с местной молодежью. По совпадению, либо по чему-либо доносу, через короткое время в деревне появились немцы. Василий и Ольга пытались покинуть деревню, но далеко уйти не смогли. Под остреблом немцев они залегли в небольшой ложбинке в 500 метрах от деревни и отстреливались. Ольга могла попытаться спастись под прикрытием автоматных очередей Василия, но предпочла остаться с ним. И когда к ложбинке уже добрались немцы, после того, как выстрелы прекратились, то они обнаружили убитого Василия Бабича и Ольгу Соломову, которая предпочла застрелить себя сама, чем отдаться в руки немцам. Ну и вот посмертно Ольга Соломова была награждена медалью партизана Отечественной войны первой степени. Редактор субтитров А.Семкин